народ всем привет сегодня зима мы на даче и на даче нужна вода и вода нужна не просто а вода нужна постоянно система водоснабжения у меня в доме пока реализована временно но как минимум туалет у меня подключены по стоянке и по времянке у меня подключен умывальник дом у меня стоит на блочном фундаменте расстояние которое находится от земли до дома она находится на открытом воздухе и само собой на морозе его прихватывает для того чтобы это момент избежать нам понадобится греющий кабель я по своей практике по работе сталкивался уже со многими греющими кабелями кабели которые оборачиваются вокруг трубы и кабели погружные погружные кабеля бывают тоже разных типов это в первую очередь кабеля греющие технические и питьевые значит у себя я дома буду использовать питьевой погружной во первых он проще и легче в монтаже проще и легче в дальнейшем если он выходит из строя я разных фирм уже кабели устанавливал в принципе для себя уже сделал вывод с каким брендом я работаю с каким нет но все-таки на будущее не экономьте это не тот узел который требует скажем так частого вмешательства в плане того что такие моменты должны работать автономно и не компостировать вам мозг что где-то что-то пошло не так либо еще что-то вам доставляет каких-то хлопот этот узел должен быть собран смать установлен запущен и все и вы максимум что узнаете о том что вышел из строя тот момент когда у вас не пойдет вода но я зачастую делаю так я на дачу приезжаю чисто скажем так выходные дни летом это происходит немножечко чаще но зима это чистый уикенд вот у меня есть система gsm по включению системы отопления в доме поэтому я приезжаю в теплый дом но система водоснабжения все равно я немножко реализую по-другому я ее сливаю так как в мое отсутствие дом не отапливается и по приезду надо так чтобы водичка была постоянно и не нужно было ее там спускать скажем так на ночь когда вы легли спать что я хочу вам порекомендовать это не реклама это реклама от меня вам только как человек который с этим работает с этим сталкивается много брендов на самом деле но есть вот такой вот бренд free stop там комплект стоит с доставкой по моему 2 500 2 600 что-то такое это четырехметровый комплект у них градация это причем готовый комплект сразу уже идет вместе с муфтой с изолирующей здесь получается 10 ватт на метр 4 4 метровый 40 40 ватт это просто вот за глаза там для морозов минус 35 и никогда в жизни эта труба не схватится причем в моем случае труба снаружи даже не утеплена это считается как бы неправильно и не очень как бы экономически выгодно труба не изолирована сейчас только по одной единственной причине было лето мне было не до этого когда монтировал мне тоже было не до этого я как-то упустил этот момент и ну это как сапожник без сапог я много что знаю много что умею у себя это реализовываю но себя это реализовываю постепенно не так быстро как за деньги заказчика свои деньги тратятся немножко по-другому вот этот комплект уже идет как повторюсь с сальниковым узлом в комплекте для провода для этого вам потребуется вот трубы который у вас реализован на него ставится как моем случае у меня труба заходит в дом 32 с нее стоит переход на полдюйма я посолю вот такой сейчас полдюймовый тройничок так как у меня из нагруженных сейчас это только унитаз там и раковина да мне вот полдюйма более чем достаточно не нужно мне писать что полдюйма мало и все остальное для двух точек полдюйма за глаза стоит вот такой тройничок на него я взял переход с полдюйма на три четверти и на самом сальниковом узле уже вход сюда трехчатурной но это уже момент как бы дальше как все это будет монтироваться я сейчас покажу сам колодец у меня находится рядом с дому все вот колодец здесь у меня выведен кабель он у меня идет в 20 пнд шной трубе здесь у меня проходит непосредственно траншея собачки мне помогли подкопали вот здесь идет сама траншея уже здесь непосредственно идет вот труба в дом и электрика значит что мы сейчас первоначально делаем в колодце у меня вот стоит тройник на отметке метр восемьдесят и сюда наверх выведена труба заглушек из такой для чего это сделано это в первую очередь я здесь подключаю летний полив летний полив и также я на момент когда уезжаю продуваю с той стороны через выход у меня все сливается сколько колец вот сейчас воды раз два три четыре пять колец наружу пять колец водой очень хорошо так двигаемся помещение и начинаем собирать наш узел так значит здесь у нас 32 труба сам вот вот она здесь переходник с дюйма на пол дюйм это времяночка у меня подключены то идет на унитаз сейчас что делаем сейчас сверху вот этого полдюймового тройничка ставим наш тройничок у него сверху заводим греющий кабель ну сейчас начнем все покажу что мы сделали первым делом я скинул гаечку страничка страничок вытираем далее нам нужно сделать чтобы не корячиться там мы соберем вот этот узел собирать буду на аэробный герметик достаточно давно нужно понимать во первых да что вы делаете аэробным герметиком есть узлы которые требуют разборки а есть узлы которые не требуют разборки в основном эти узлы отличаются тем что есть качественные детали толстостенные а есть дешевый ширпотреб который просто сгнивает на глазах я использую веру fix 3 это немецкий ровный герметик он достаточно жидкий мало кто им пользуется скажем так я даже мало мест знаю где он продается но плюс-минус рубки они все одинаковые мне нравится этот поделаешь наливаю немножечко на резьбу много наносить не надо я буквально чуть-чуть нажимаю и он уже соединяем делаем выгонку еще раз гонку затянули обязательно вытереть это место что мы просто так на воздухе во первых не зацопнет можно испачкаться все получается вот такое красивое соединение дальше что у нас дальше у нас нужно соединить его на месте ввода сейчас я быстренько это соберу что немножко неудобно и камеру держать и покажу что будем делать дальше еще хотел показать соединение выполнено при помощи аэробного герметика можно зафиксировать в любом положении то есть в данном случае я вставляю так чтобы у меня на туалет штуцер смотрел в ту сторону вот я уже аэробочку нанес будем готовить дальше наш узел здесь ждем пока она застывает застынет буквально там за 7 минут так теперь возвращаемся к нашему кабель еще у нас стоит внутри инструкция для меня это вещь не новая а вот как раз чек 2600 рублей он не обошелся вместе с доставкой значит вот он тот самый изолирующий фланец он состоит внутри сам сальник резиновый две шайбы муфта прижимная футурка при затягивании сальник просто уменьшается в размере обжимает сам кабель вот и здесь сразу уже сама муфта выполнена с размером три четверти и дюйм да то есть в зависимости того в какую трубу вы будете вставлять даже не трубу а переходник сам кабель с вилкой сейчас я его разрежу и будем упаковывать потихоньку принцип вообще да как работает этот кабель кабель работает по следующему принципу внутри находится графит идут два проводника параллельно друг другу при изменении сопротивления из-за температуры они начинают нагреваться вот и все никакой магии так значит сейчас нам нужна будет вот обновка мы через нее должны будем все задеть немножко на начале есть утолщение но сальник через него абсолютно спокойно проходит шайбочки но дальше все дошли все сальником доходим до места соединения переходу уже на электрический кабель ну вот немножечко оставляем это пойдет наружу это останется внутри здесь сейчас упаковываем также на аэробный герметик первую муфту ручку ручку так теперь погружаем наш кабель так вот мы дошли изолирующим сальником гоняем к нему колечко здесь уже мы не используем никакие уплотнительные средства типа льна аэробного герметика либо еще чего то сам сальниковый вод уже ничем не изолируем там уже сама резиночка она будет распираться сейчас немножечко ее подтянем так ну что надо надеть на место унитаз соединение с накидными гайками не нужно сильно закручивать потому что можно резиночку порвать так ну что на этом вроде все сейчас посмотрим проверим все соединения я подтянул в колодце я заглушку поставил на место насос из колодца у меня вот вилка здесь сейчас я ее включаю и смотрим подтекает у нас где нибудь что нибудь или нет так ну что ж все хорошо нигде ничего не копает значит система работает штатно в режиме в режиме уже чувствуется что он немножко тепленький все дай бог что все работало хорошо ну вот таким вот простым решением мы добились того что в системах холодного водоснабжения у нас будет работать в зимнее время года в штатном режиме подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите где я был рукожоп смотрим дальше всем пока 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 когда